Субтитры сделал DimaTorzok Это нам позволяет, собственно, купить каких-нибудь интересных животных и их размножать, отпускать на волю, либо продавать, там уже по ситуации посмотрим Также пока я это все дело фармил, я обнаружил несколько механик, которые до этого не использовал, потому что просто о них не знал И, конечно, это дело сейчас поведет у нас в ход и тем самым поможет нам чуть, наверное, продуктивнее работать и чуть продуктивнее выстраивать работу нашего зоопарка Не забывайте ставить лайки под видео, подписываться на канал, поехали! Для начала я вам расскажу следующую историю Короче, как оказалось, вот этих ребят надо приветствовать, поздороваться Сейчас мне пишут, что сегодня вы уже поприветствовали максимальное количество игроков Но на самом деле, каждый раз, когда вы здороваетесь, вы получаете 20 экобалов до какого-то момента Потом вам, собственно, эту историю отрубают до следующего дня Вот, также, как оказалось, опять же, мы немножечко упустили технические исследования Сейчас я их запустил, у меня изучаются лавки с едой, барьеры, вольеры, лавки с напитками В общем, здесь много тоже всего интересненького Служебные постройки я также хотел бы изучать А то я постоянно жаловался, что у меня магазинов как-то маловато, а хочется все больше Ну и, собственно, я обещал в комментариях, что мы все-таки павлинов перевезем Мы, конечно же, этим займемся, наверное, но только, скорее всего, чуть попозже Сейчас бы я хотел бы понять, какое животное мы с вами прикупим Потому что такое животное точно появится И организуем для него интересненький вольер И я вот думаю, как это организовать У меня вообще в планах продлить вот этот вот пантус вот в эту сторону Собственно, не понижая его, сделать некую площадку смотровую Вокруг того вольера, который будет находиться внизу Ну и, собственно, к нему мы уже подтянем какие-то дорожки для персонала Который сможет попадать в вольер, чтобы, собственно, ухаживать за животными На словах, конечно, звучит очень круто Не знаю, как я буду это сейчас реализовывать Особенно со своей вечной проблемой с дорогами Вы помните, в прошлой серии у меня постоянно что-то исчезало В общем, давайте посмотрим, во-первых, что это будет за животное Будем что-то интересненькое точно искать Гиеновая собака нам больше не нужна Давайте смотреть Вообще, у меня было огромное желание какую-нибудь панду завести Давайте глянем, сколько стоят панды на самом деле И уже поймем, исходя из этого, что мы будем делать Слушайте, ну панды, я вам скажу, не самое дорогое животное По большому счету, да Вот, например, за 620 мы можем купить с вами девочку И какого-нибудь парня взять Подешевле выбрать Главное, чтобы у него фертильность была нормальная По большому счету остальное нас не очень интересует Ну вот здесь вообще какие-то нулевые есть По 179 Ну я не знаю Давайте попробуем, наверное, с панды начать Ген долголетия маленький очень Блин, ну это хреново, они будут мало жить Это нам, конечно, тоже не надо В общем, я сейчас подумаю, кого мы прикупим Мы, собственно, его сразу возьмем Короче, ребятки, что-то мне хочется тигра, если честно Я вам так скажу по секрету Найти бы еще нормального Я думаю, что нормальные тигры стоят немало Давайте сначала найдем девочку какую-нибудь У которой фертильность будет нормальная Но вот здесь более-менее 300 экобаллов забираем И нам нужен какой-то мужчина Мужчина желательно, чтобы тоже был неплохой И я, конечно, сомневаюсь, что прям неплохого мы найдем Вот этот вроде был ничего, но у него, видите Ген размера, например Хотя нахрена нам этот ген размера У него при этом хорошая фертильность И что здесь написано Это животное стареет Скоро оно может стать бесплодным Нет, слушайте, это не прикольно на самом деле Давайте посмотрим что-нибудь еще Вроде нашел нормального самца Забираем его А у нас еще остается 1000 экобаллов Это значит только лишь то, что у нас будет возможность С вами закупить что-то еще интересненькое Ну, в общем, посмотрим, будем пытаться закупать каких-то животных Возможно, я буду фармить вне вашего ведома, так сказать Еще экобаллов, чтобы мы что-нибудь прикольное прикупили Кстати, сейчас проходит ивент Связанный он, по-моему, с какими-то гориллами Давайте посмотрим Да, обезьяньевыходка это называется И нам нужно вот всем вместе, игрокам Собственно, выпускать на волю гориллы Нужно вместе достичь цели в 90 тысяч Возможно, мы этим займемся Потому что время на это у нас точно есть Но пока что давайте заниматься тиграми Итак, что нас интересует? Нас, собственно, интересует дорожка Наверное, пока что будем брать уже такого цвета Так как мы начинали с нее Ширину берем 7, как всегда Длину, наверное, я бы хотел сразу взять побольше И все-таки я понял, что мы поведем всю эту историю отсюда Единственное, насколько у меня это получится Есть препятствия нам подсказывают Что нахрен за препятствия, ты мне скажи Неужели это сам вольер тебе мешает? Очень бы хотелось, чтобы это было не так на самом деле Но я думаю, что это так Хорошо, тогда действуем по-другому Мы вот это нахрен уберем Оставляем тогда вот этот вот уступ И начнем уже отсюда это все дело строить Если честно, я пока не очень представляю Как я могу сделать какой-никакой, наверное, круг Все-таки мне больше хотелось бы Хочется круг, но получается квадрат Знаете, так обычно и бывает В общем, ну давайте попробуем сделать вот так Сетку отменим и просто закруглимся Да, я, наверное, длину сделаю покороче Чтобы были более мягкие углы Я, конечно, не представляю, сколько этому тигру нахрен нужно места Но я думаю, что мы не будем мелочиться И сделаем, ну, такой побольше вольерчик Хреново, конечно, что наш тот пантус нельзя сюда подвести Меня это расстраивает Но не прям, чтоб уж сильно Не знаю, нужно ли нам прямо вот так это делать Блин, наверное, все-таки нужно Я сюда еще немножечко подведу Боюсь я все-таки не попасть с размерами вольера Потому что если это будет действительно так Что-то изменить будет потом уже сложно Потому что переносить всю эту конструкцию Это, конечно, дичайшая дичь И здесь у нас что-то пошло неровно Как это сделать ровно, не ясно Нужен какой-то инструмент, который делает гребаный круг Но на круг это нихрена не похоже Я с вами полностью согласен Но ничего страшного на самом деле Теперь нам нужно сюда какие-то подъемы сделать Да, например, пускай это будет вот так Ну-ка давайте попробуем прокатит ли у нас здесь Блин, ну все криво очень получается Хорошо, давайте тогда не будем его делать здесь Мы, возможно, поведем какую-то дорогу дальше Под вот этим вот помостом Я не знаю, называйте его, в общем, как хотите Я надеюсь, что он не рухнет Исчезают периодически балки Я, возможно, просто подведу вот сюда вот Еще одну дорогу И попробую сюда сделать второй выход Я вам должен сказать, что вроде как у меня получилось Здесь, конечно, пошло все криво Но и хрен ты с ним Нам надоели острые углы И однообразные вольеры Ничего страшного Пускай будет немножечко импровизации Мы это как-нибудь пережуем Знаете, даже, может быть, это к лучшему Потому что я вот здесь вот так соединю Возможно, здесь появятся какие-то магазины Я пока не представляю Я очень рассчитываю, что вот этого стадиона Наверное, можно его так назвать Нам хватит для тигра Теперь давайте продумывать вольеры Как это будет все у нас выглядеть Нам понадобится что-нибудь интересненькое И что-нибудь безопасное Не знаю насчет цепи Но вот, например, можно какой-нибудь гофрированный метал использовать И мне сейчас придется Как-то очень аккуратно, в общем, чертить этот вольер Ну а потом его поднять на необходимую высоту Короче, я не уверен, насколько нужно было поднимать так высоко Но я поднял на 5 метров И тем самым точно обезопасил всех, кто будет рядом Конечно, здесь ты на тигров не посмотришь Если честно, да Но мы можем это опять же исправить Я, конечно, сейчас попробую Мы можем немножечко дорогу повести вот здесь И подъем еще один провернуть Потому что, возможно, он все-таки здесь пригодится Пока я не очень понимаю Давайте глянем, как будет выглядеть дверь У нас есть деревянные ворота Нет, наверное, деревянные все-таки достаточно опасно Собственно, персонал может заходить отсюда Даже не пришлось сделать какую-то отдельную дорожку Это замечательно Но если я все-таки здесь планировал сделать гребаную лестницу Что нахрена я поставил тогда сюда эту дверь? Так, дверь я передвинул Замечательно Теперь нам нужно снести всю вот эту вот дорогу И немножечко ее передвинуть Давайте сейчас попробуем это опять же провернуть Я тут убирал ширину Но, блин, очень хочется, чтобы все получилось у нас круто Сейчас мы будем все возможное для этого делать Пока я не понимаю, как это надо лучше сделать Наверное, как-то вот так я поведу дорогу Чуть-чуть она уклоняться будет И, собственно, мы тогда с вами сюда и придем Да, получается? Получается Хорошо А теперь, что касается лестницы все-таки Слушайте, все замечательно у нас выходит Сюда, мне кажется, всякие магазинчики Всякие украшения будут вставать Должно получиться нормально Я не смог себе отказать в таком удовольствии С этой стороны тоже лестницу вот Ну что, я думаю, пора заселять тигров Давайте их выбирать И отправлять в замечательный наш вольер Ну что, дружище Давайте, я надеюсь, что все у вас будет хорошо здесь Давайте посмотрим, что вам по размеру этого вольера хватает Потому что, если это нахрен не так Я очень сильно расстроюсь Я вообще не знаю, что с этим делать Если это не так Тигров в коробке Это все сносить к хренам собачьим И заново делать Слушайте, мне пришла в голову такая безумная идея Я вот не знаю Надо попробовать ее провернуть Смотрите Здесь вообще достаточно места Для того, чтобы огородить, например, стеклом Небольшой вольерчик А может быть даже огородить его не то, что небольшой Прямо вот досюда И сюда поселить павлинов Блин, мне кажется, это круто Мы можем это сделать Будет смотреться неплохо Плюс мы это украсим все всякими деревьями Должно получиться Но давайте сейчас тигра, главное Посмотрим, что его все устраивает по поводу размера Конечно, получилось Получилась арена тающая Но сверху, мне кажется, смотреть все равно на животных лучше Ну что там, дружище? Как ты там поживаешь? Тигр? Ну-ка, покажись Итак, по размеру По размеру все замечательно Остается нам исправить ландшафт Собственно, я поставлю игру на паузу И мы сейчас эту всю историю подкрасим Значит, низкая трава Ее должно быть чуть больше Высокой травы чуть меньше Эту мы историю сейчас быстренько замутим Земля Вам нужна обетованная Давайте-ка вот здесь где-то закрасим Мы, конечно, это нихрена не видим Но, в общем, где-то земля тут есть Я так понимаю Потом, когда будет у нас светлое время суток Мы поймем, где Я думаю, что мы сейчас доделаем Вот этим вот способом Простым Все, что надо Да, замечательно Это отлично Что еще вы хотите? Вы хотите покрытие Покрытие мы организуем И, кстати, насчет покрытия Я теперь обзавелся новыми фишечками Сейчас я вам о них немножечко расскажу Давайте начнем с укрытия Вот что я хочу Мы возьмем им какое-нибудь укрытие Готовое Я надеюсь, что вот такое базовое деревянное Им должно подойти Не хочу я строить огромное, если честно Ну-ка Давайте посмотрим С паузы снимем Да, соточка Замечательно На паузу обратно поставили Сейчас мы этих бенгальских тигров Будем кормить Что для вас нужно, друзья мои? Давайте смотреть Во-первых, им лежаночки нужны Нет, стопэ Не надо сюда лишние буквы писать Лежаночки мы вам точно организуем Потому что Вы иначе будете спать просто на дереве Да, пожалуйста, нам Разрешите поставить Все, я установил две Думаю, что две нормальные Ну и что касается еды, значит Давайте искать Нам нужна какая-нибудь миска Это что такое? Обогащение среды С запахом Есть ли тут у нас? Нету Нету его ни хрена Короче, нашел я им поднос с едой Нашел я им поилочку Отлично, осталось их только наполнить С вот этой историей мы тоже разобрались Что теперь? Теперь нам нужно разобраться С наполнением растениями Значит, смотрите Тропики, лиственный лес и луга Но в Азии Оказывается, это надо было делать вот так Вот смотрите, как это работает Биомы Еще раз Тропики, лиственный лес, луга Луга, лиственный лес, тропики И после этого в континенте Нужно выбрать Азию И вот теперь Все, что мы не поставим Должно им подходить По большому счету Давайте проверять Ни одно растение Которое вы воткнете Не даст Никакого негативного эффекта Я проверял это уже Много-много раз Ну вот не знаю Насчет бамбука Давайте бамбук куда-нибудь Вот сюда воткнем Что здесь у нас есть Еще какой-то бамбук Конечно, мне не нравится Время суток Для того, чтобы это все дело Облагораживать Но что нахрен поделаешь Ничего страшного Давайте тогда организовывать Это как-то так Здесь явно пойдет Какое-то дерево Это что у нас такое Можно тебя повернуть Пожалуйста Я думаю, что можно забацать Вот так, например И что-то еще подобное было Да, наверное Вот это Но это сразу тройное Давайте вместе сделаем Почему бы нет Блин, наверное Я пока не буду сходить с ума По поводу обогащения Потому что Блин, да потому что Хочется светлое время суток Ни хрена не видно Ни хрена не ясно Но надо доделать Так их вставлять тоже неправильно Вот такие огромные деревья Дают сразу много Это замечательно Что у нас тут еще интересненького Ну пальмы сюда уже не в тему Вот крапива малая Можно, конечно, крапивой что-то сделать Давайте, знаете, как поступим Вот так вот Дерево огородим Сразу 4 штучки мы воткнем И потом я уже без вас Накидаю еще растений Слушайте, ну вроде достаточно для тигров Конечно, можно еще каких-то цветочков Накидать Так чисто для красоты Не знаю Цветочков здесь, конечно, не очень много Но, тем не менее Под какое-то дерево Их посадить небольшое количество можно Вроде здесь появилась какая-то листва Все должно быть нормально Сейчас посмотрим, как они будут себя чувствовать По ходу дела Но и все-таки надо разбираться с павлинами Пока я не понял, куда бы я хотел их зафигачить Либо вот сюда Да, например, идешь ты такой к тиграм А здесь тебя еще павлины поджидают Мне кажется, это нормальная идея Единственное, что Я бы вот эту дорожку тогда немного подвинул Давайте прямо сейчас это сделаем Чистая импровизация Никакой подготовки Я вообще не думал, что получится именно так Но мне кажется, что смотреться это будет нормально Продам я нахрен этого бородавочника Я знаю, что у кого-то горит по этому поводу Но я все-таки это делаю Надоели они драться Что тут еще происходит? Многие гости думают, что цены слишком низкие О, это легко исправить на самом деле Сейчас мы это, конечно же, поправим Изучения продолжаются Надо тигра нам изучать И трансформатор у меня сломался Это печально К сожалению, я не знаю, как его починить Давай попробуем вызвать механика Конечно, у меня все механики, скорее всего, заняты исследованиями Я сейчас найму еще одного Не знаю, успею ли я в этой серии сделать все, что планировал Потому что делов очень много Я вам скажу, что я обнаружил такую фигню Что 1500 посетителей ФПС просто роняют об пол головой И все начинает дико лагать Особенно, когда идет дождь И с этим ничего не поделать Но не будем о плохом Давайте все-таки павлинов будем организовывать с вами вот здесь Я буду делать сразу длинные вот такие вот перегородки Чтобы не заниматься фигней с короткими Нет, подожди, давай вот эту сюда продлим И мы, наверное, здесь с вами просто повернем Вот так вот Я уверен, что павлинам не надо большую Блин, зря я его так сделал Не надо большую территорию, да Потому что, ну, нахрена им она нужна просто-напросто Можно, пожалуйста, все-таки сделать так Чтобы я мог эту штуку поставить А, ну я, в принципе, все равно могу ее поставить Я понял, что ты меня... Мне показалось, что я не могу Ну ладно, сейчас я эту всю историю доделаю Итак, друзья мои, вроде у меня получилось Остается сделать только вход для персонала Ну давайте вход прямо здесь где-то бахнем Я не думаю, что это принципиально И теперь нам нужно перевести всех наших павлинов Да, вот сюда Как это можно сделать? Я вот, если честно, не знаю, как это сделать быстро Но сейчас нам нужно распихать их по коробкам Да, я правильно понимаю И, собственно, нужно найти, конечно же, всех И их перенести По-моему, у нас здесь есть какие-то миски для них Чтобы не покупать новые Мы можем, собственно, на этом немножечко сэкономить Ну что, павлинчики, вы готовы посетить новое место И свой новый дом Это все павлины или нет, нахрен? Здесь еще кабанчик лежит Слушайте, вот еще павлины Да сколько у вас тут нахрен вообще в этом вольере? Так, вроде павлины переезжают Давайте им сюда перенесем еду А точнее, это была, по-моему, вода Вот это что? Миска для воды малая Но это явно не для кабанов Это 100%, поэтому давайте ее куда-то вот сюда бахнем Сейчас нужно единственное, что посмотреть Как они себя здесь чувствуют Что вам нужно сделать в этом вольере? Потому что я ни хрена не помню, если честно А в этом вольере все более-менее, только немножко поменьше нужно травы им сделать Ну-ка давайте-ка попробуем эту историю Травы высокой, то есть можно низкой просто бахнуть Да, вот таким вот образом Ну-ка давайте посмотрим Да, замечательно И что еще вы хотите? Укрытие у вас вроде как есть Но мне все равно ваше укрытие не нравится Они, наверное, будут прятаться просто вот под этой всей фигней Это, конечно, не очень хорошо И, кстати, вроде первые люди на тигров пришли посмотреть Надеюсь, что вам все видно, ребята Вот вроде тигры, вот обогащение среды Это, кстати, вопрос Что у меня тут вообще происходит? Драка за альфа статус волк Гребаные волки Ладно, ничего страшного Вопозже с ними разберемся Значится, я хочу исследование Что-то у меня тут изучилось Фламинго, это замечательно все Мне эти фламинго уже до одного места Давайте тигра изучать Это мы все изучили, но еще страусов не изучили Ну давай, значит, страуса Так, что у нас там с павлинчиками, значит Давайте им поставим что-нибудь из домиков Давайте наберем И глянем, что есть Обыкновенный, пожалуйста Вот, отлично Ну я не знаю, давайте посмотрим что-то вот такого формата Мне кажется, не нужно высокое И низкое совсем тоже не надо Но это самое низкое в любом случае Поэтому хрен ты с ним Поставим сюда какие-то лежаки Не это слишком большое Давайте маленьких несколько лучше воткнем Потому что их там много, в общем Они все не поместятся сюда Замечательно С этим разобрались Но и мы можем с вами, собственно, посмотреть на то Чтобы добавить им какую-то растительность Сюда у нас Азия, лиственные, тропики и луга Поехали Значит у нас Азия, тропики, луга, лиственные То есть это то же самое, что и тиграм подходит Ну давайте тогда, в общем, всю эту историю Немножечко оформлять Потому что нам нужно, чтобы зоопарк выглядел более-менее достойно Какого-то бамбука Главное не переборщить Потому что, видите, они могут начать расстраиваться По этому поводу У них вот сейчас уже какое-то количество процентов В общем, так или иначе Зелень здесь 100% нужна Можно каких-то цветочков бахнуть Вот сюда еще внизу Да, почему бы и нет 17% Блин, ну в общем, особо тут не разгуляешься Я вам так по секрету скажу Вот еще сейчас что-нибудь я добавлю И на этом мои полномочия все Потому что наши павлины скажут Что ты, дружище, охренел Не надо нам такого количества всяких разных растений Ну все, наши кабанчики теперь живут в одиночке здесь, да? Здесь не осталось никакого павлина Точно? Нет, вроде павлинов никаких нету Я единственное, что не знаю, что сделать Что из этого, точнее, перенести для павлина Может быть, вот эта хрень была для павлина Ну-ка, давайте-ка посмотрим, как у них там с обогащением будет Ну да, это точно была павлиньая история Ну и нам, наверное, все-таки нужно зайти в вольер И поискать что-нибудь еще для обыкновенного павлина Но вот эта вот история с зеркалами Хотя мне казалось, я ее ставил И грязевая ванна Она тоже подходит до павлина? Да нет, ну не может быть такого Не подходит она ни хрена Слушайте, а здесь тоже фламинго, а ни хрена не павлин Поэтому вот это зря я поставил Есть же еще обыкновенный фламинго Ну-ка, здесь павлины есть Ну-ка, покажите-ка мне, есть Индийский павлин, замечательно Здесь индийский павлин тоже присутствует Держите, ребятки, давайте смотреть Все, 87% здесь они себя нормально чувствуют Мне кажется, удачное место мы с вами нашли Ветеринарные исследования залетают Я, если честно, так и не понял, как сделать таким образом Чтобы залетали исследования со всякими новыми домиками Значит так, что у вас там такое? Вы думаете, что слишком мало платите? Давайте на 2 доллара и то и другое поднимем Посмотрим, как вы будете себя чувствовать Вообще бабосиков не так много, если честно И нам дают какой-то подарок Ну-ка, расскажите-ка нам Повысить репутацию зоопарка до двух звезд Это замечательно Это отлично, это хорошо Значит, собственно, вот такая у нас здесь с вами история Которая вроде как работает Да, я надеюсь, что на тигров сейчас придут люди посмотреть Нормально им здесь видно Нету смысла протягивать вот здесь еще соединение Мне кажется, прикольно получилось Ну, на мой, по крайней мере, вкус Не знаю Но явно здесь напрашиваются какие-то еще магазинчики Ну и, возможно, все-таки нам стоит поучаствовать в истории с гориллами Сейчас я попробую это чекнуть, как это все работает Ну вот, блин, как это работает Посмотрите, сколько эта горилла стоит Это же дохренища просто эко-баллов Это мне нужно 2000 как минимум, чтобы более-менее купить каких-то особей Ну, даже если я возьму, например, вот такую вот самую дешевую, да И мне нужен мальчик, который стоит сколько стоит Что-то 2000, да вы охренели совсем Если честно, он не самого лучшего качества Даже вот этот получше, но это 1800 В общем, пока что мне кажется, что с гориллами мы историю останавливаем Нам пока просто-напросто это не вывести Раз уж у нас тут пошла такая жара Сейчас я буду что-нибудь декорировать Сейчас мы здесь наворотим каких-нибудь дорожек Знаете, таких вот они будут как бы импровизационные Ну, например, вот такая Нет, знаете, вот такая мне здесь не подойдет Я потом объясню почему Наверное, я попробую это объяснить как-то здраво Но ничего не обещаю Вот как-то вот так я хочу сделать Значит, мне кажется, пора замутить какой-нибудь пруд Вам так не кажется? Давайте-ка сейчас я этим займусь Мы возьмем с вами ландшафт Эту всю историю нахрен опустим И немножечко побалуемся Сделаем здесь себе прудик Мне кажется, будет смотреться нормально Единственное, что знаете, как я бы хотел сделать Сейчас мы вот здесь вот опустим Примерно более-менее ровно по краям А вот посередине я, наверное, оставлю такой островок Мы на него что-нибудь посадим Поставим, не знаю В общем, чтобы это смотрелось круто Так, короче Мне пришлось прерваться У меня волки дерутся Ну-ка, дружище, а не хочешь ли ты на волю пойти? Как это за ноль? Вы что, охренели? А, это старенький Вот этот молодой Ну-ка, покажите мне 31 балл всего Охранный статус у него ни о чем Вы можете не драться, ребята? Что? Я не понимаю Есть травма у тебя Но вот вы кретины Потому что Нахрена вы это устраиваете? Самка вроде себя нормально чувствует Она еще не настолько стара Блин, ну вот этот отхватил, походу Более старый, да Он сейчас немножечко подрастроился И отправился как бы откисать Ну ладно, я надеюсь, что ветеринары его вылечат И гребаный сервер опять, как всегда, меня подводит Как меня горит с этой историей Я уже сделал просто все Я уже написал просто в центр сообщества Steam Пожалуйста, помогите мне Пока мне никто не ответил Я скачал уже, почистил компьютер от всяких ненужных файлов В общем, у меня горит пятая точка Я думаю, что вы это поняли Но ни хрена не сдамся Поехали, продолжаем делать пруд Так, ну вроде получилось Давайте-ка проверять До какого расстояния я могу поднять воду Получилось Но Вот здесь, мне кажется, нужно поднять Немножко Потому что мой остров Иначе пойдет к хренам собачьим под воду, да? Но сильно прям поднимать я его не хочу Потому что это все-таки мне ни к чему Ну-ка давайте заполним это все водой Вот такая вот хрень собачья получилась Вот с этими острыми углами А могу ли я как-то их сгладить? Ну-ка расскажите мне Ну походу, что уже не могу В общем, выглядит, конечно, не очень Мы можем это все задекорировать Может быть здесь какого-то песочка насыпать Я даже не знаю Как-то вот так по краям Чтоб это не бросалось в глаза Знаете, какая-то такая фигня Типа здесь непонятная происходит Ну в общем, это был мой первый пруд Такой полноценный Строго можно не судить Хотя можно судить, если честно Но я сейчас попробую, в общем, эту историю Немножко задекорировать Просто-напросто Мы зайдем с вами в природу Где-то здесь видели какие-то замечательные Приколдесные цветочки Ну-ка давайте-ка их поищем Посмотрим, как это будет работать Но это будет работать Мы можем весь пруд окружить цветами Почему бы и нет Короче, я вам скажу Это как семечки щелкать Ты начинаешь и просто не можешь остановиться А потом ты замечаешь какие-то косяки И тебе кажется, что их надо исправить И ты исправляешь их, черт возьми В общем, надо вовремя это все тормознуть Потому что иначе это не закончится Ни хрена себе дуб Слушайте, а на самом деле поставить сюда дерево Это хорошая идея, мне кажется Только я бы немножко его утопил бы вниз, нет? Вот как-то вот так бы это сделал бы Смотрите, мне кажется, круто смотрится Я прям вообще доволен собой Мне кажется, нормальная тема Конечно бы мне хотелось, чтобы был бы день И я бы здесь еще что-то сделал Я обязательно это сделаю чуть попозже Пока давайте подумаем, что у нас будет тут Вообще, наши исследования гребаные Связанные с магазинчиками Идут очень медленно Да, я правильно понимаю? Испорчено несколько объектов Какого хрена они испорчены? Я не понимаю Туалет сломан Туалет это плохо Вызовите механика Механики, скорее всего, все заняты И мне нужно нанять еще Потому что всех своих механиков Я сейчас, собственно, отправил Заниматься тем, что они что-то изучают Давайте еще Ни хрена не ветеринара А механикам Вызовем с вами Раз Два И, например, три Я помню, что вы мне писали Про рабочие зоны Ну, блин, ребят Я, наверное, в этой серии этим заняться не успею Потому что я бы хотел бы Добить все, что у меня сейчас есть Как бы здесь должно появиться что-то еще Какие-то магазины Какие-то места, где можно посидеть И так далее Ну, хочется мне, в общем, этой фигней позаниматься Потому что не могу Я прямо понимаю, что это занимает много времени Но вот, понимаете Вот здесь явно должны стоять какие-то скамеечки Вам так не кажется? Вот здесь, например, должна стоять скамейка Напротив еды должна стоять скамейка В общем, на самом деле Вот этот пруд очень неплохо здесь смотрится Но, по крайней мере, мне так кажется Надеюсь, что вам тоже он понравился Слушайте, я вот что подумал Может быть, я вот так вот соединю Что вы про это думаете, а? Потому что Что-то здесь людей-то как-то нету Кто идет нахрен смотреть на моего тигра? Я не понял Идите быстро и смотрите на тигров Какого хрена вообще происходит? Что там случилось? Животное умерло Ну, вызовите ветеринара Это, скорее всего, тот старый волк Который постоянно дрался Здесь у нас что происходит? Ценник низкий До сих пор много мусора Да, кстати, вот это нормальная тема Это надо решать Здесь явно не хватает сейчас магазинчиков Надо сюда немножко приманить людей Возможно, поставят здесь какой-то еще один вольер Не знаю пока с кем Но у нас есть эко-баллы Мы сейчас обязательно этим займемся Для начала я сделаю здесь какую-нибудь дорожку Давай-ка как-нибудь А, ты только вот так теперь мне будешь соединяться А можно вниз? Можно Вниз все-таки можно Это можно настроить Погоди, погоди, успокойся Или нахрен мне эта дорожка? Нет, наверное, я ее делать не буду Я просто сейчас сюда запилю что-нибудь Например, это будет Что-то для посетителей Здесь по-любому нужен еще один туалет Потому что он у меня всего один получается Или два Я уже не помню Я уже запутался в чертовой матери Ну давайте один вот здесь на спуске поставим Чтобы они могли куда-то сходить поближе Около тигров Ну и каких-нибудь пару магазинчиков Блин, я бы провел бы сюда дорогу все-таки На самом деле Знаете, я вам скажу так по секрету Не понимаю я пока как я хочу ее провести Но провести я ее точно хочу Сейчас я попробую замутить ее Короче, гребаная игра Мне написала иди-ка ты дружище в задницу Потому что здесь есть водоем И дорогу ты сюда не подведешь В общем, я сделал какую-то такую фигню Сейчас мы сюда поставим какие-нибудь лавочки Какую-нибудь хрень, что-нибудь цветочков И наверное будет нормально И еще ни хрена не хочет работать без гребаного электричества Давайте под лестницу попробуем его засунуть Я понимаю, что не очень эстетично Но уж извините, пожалуйста Я не могу как бы сейчас себе позволить Сходить с ума настолько Потому что серия не бесконечная Сами понимаете Ну и вот эта хрень еще как-то прилипает Странно, я не очень понимаю Почему я не могу поставить ее просто вот сюда Посмотрите, есть препятствие Какое тебе нахрен препятствие, непонятно Даже здесь у него препятствие Ааа, ребятки, понятно Я просто ушел в минус Я тут набаловался Вот она в чем проблема Конечно, можно взять кредит на самом деле Но я думаю, сейчас надо попробовать выйти из сложившейся ситуации Итак, слушайте Неожиданно, пока игра меня как в очередной раз выкидывала с сервера Опять люди сказали, что нахрен очень мало все это дело стоит Ну тогда держитесь, друзья Давайте здесь 13, здесь десятка Платите мне бабло, потому что у меня с ним проблемы Людей дохрена, но они тусуются вот здесь Я вообще не понимаю, что их здесь так прет Вот эти вот кабанчики походу Но я вам скажу, что тигр все-таки Начал пользоваться какой-то популярностью И скорее всего мне нужно ему тоже забубенить вот эту вот штукенцу И хватит, у меня денег на это нет Понимаете, какая проблема Вот такая вот фигня на самом деле сейчас Основная проблема Это баблишка Я пока не очень понимаю, как мы должны из этого выходить Но я надеюсь, что что-нибудь придумаем Ну что, мне наконец-то хватает на гребаную вот эту вот хрень Ящик для пожертвований Ну вроде вы здесь тусуетесь, держите вам ящик для пожертвований Что-то я потратился так знатненько, я вам скажу, да? Вообще не ожидал Но это все прут на самом деле всему виной Я вообще не собирался этого делать Вот знаете, вот эти скамеечки Это просто что-то невероятное Ты все время хочешь ставить гребаные скамеечки Я, если честно, не знаю, что с этим делать Буду просто их ставить Смотрите, я даже сюда прям могу растения забацать Ну почему бы и не забацать тогда какие-нибудь цветочки, нет? Чем можно было лианы повесить? Ну люди здесь, по крайней мере, появились Я думаю, что сейчас сюда будет дохотеть большая толпа Меня очень расстраивает, что вот этот пантус я не могу протянуть Я даже не знаю, как быть А если я возьму дорожку и попробую еще выше ее повернуть Поднять, не знаю, называйте это как хотите Вот смотрите, вот она здесь Ну я могу вот сюда ее поднять, по-хорошему Ну давайте протестируем Сколько у меня денег-то, хватит ли мне на это бабла? Блин, ну это очень высоко Ну-ка, отмена сетки нахрен Но соединить я, тем не менее, могу Прямо над павлинами, да? Ну-ка, давайте-ка посмотрим еще раз Давайте вот так одну уберем секцию и посмотрим Можно соединиться Замечательно А здесь у меня получилась хрень собачья Ну давайте сейчас переделаем Слушайте, момент истины В общем, у меня вроде получилось И они теперь смогут к тиграм очень быстро проходить Ну-ка, давайте-ка идите к тиграм нахрен У меня там очень классные тигры И вроде чувствуют они себя тоже нормально, кстати Насчет этого я не уверен Надо вообще проверить, как бы, как у них там дела У них обогащение среды вообще по нулям Так, у нас бенгальский с вами тигр Ну давайте посмотрим, что-нибудь у нас есть Недорогое для бенгальского тигра, может быть Интересненькое Это что такое у нас здесь? Бенгальский тигр Держи, дружище, хотя бы 14% Массажный матрас Бенгальский тигр присутствует Держи массажный матрас тебе тогда Это уже 42%, это нормально Я вижу что-то вот здесь еще Так, бенгальский тигр присутствует Получай, это 50% Вот это что за хрень? Это тоже тебе подходит Забирай соточка Все, я думаю, что скоро они начнут плодиться И мы сможем с этим что-нибудь, наверное, сделать Блин, друзья мои, я не знаю на самом деле Но вроде получилась какая-то прикольная фиговина И мне вот интересно, мог ли я какую-то промежуточную дорожку взять между этим В этой высотой и той Я пока что не уверен Да, вот это была эта высота А если... Нет, высота раз и два Все, тут без вариантов, короче, поэтому все правильно я сделал Но пускай будет так на самом деле По крайней мере, я надеюсь, что все-таки люди начнут сюда ходить Они и павлинов здесь могут посмотреть по большому счету И тигров глянуть В общем, неплохо вроде все выглядит Мне, по крайней мере, нравится Конечно, бабла не хватает Сейчас я надеюсь, что все-таки будет какой-то баблишко поступать И мы сможем немножечко, наверное, еще чего-то добавить Но сейчас основное, что нам нужно, это не обесточить А наоборот, снабдить электричеством вот эту историю А стоит это все? Ну-ка, расскажите-ка мне, напомните Трансформатор 500 Кстати, мы уже можем себе это позволить Да, ну-ка, давайте проверим, насколько он сюда встает Блин, он ни хрена сюда не встает Если честно, прямо место вот идеальное Ну-ка, а с этой стороны? Вообще какая-то странная хрень Вот нет, вот сюда он встает все-таки Ну давайте тогда мы трансформатор с этой стороны поставим В любом случае здесь электричество нам нужно Осталось убедиться, что здесь есть сотрудники В чем я, конечно же, не уверен Хрень собачья Ветеринарные исследования залетают А что касается всяких объектов То не очень быстро все происходит Я вроде какие-то напитки изучил Или мне показалось Блин, вроде не должно было показаться Вроде что-то такое выскакивало Хот-доги, чеф-биф, это все было Но ни хрена что-то в итоге нету Бабла, кстати, нету тоже Так, я понял Вы вот здесь тусуетесь, сволочи И нужно было сюда какой-то ящичек ватнуть Да, наверное Хрена тут павлинов развелось Я вам по секрету скажу Вы что, с ума что ли сошли? Куда вы так топите? Ну-ка покажи мне Ну и в принципе все равно Им нравится, что вас много даже Вот здесь что-то по обогащению у нас не очень Но я пока не готов вам ничего такого дать Потому что бабла у меня нету Не знаю, ребятки Мне кажется, что в скором времени кредит я буду брать Но смотрите, люди начинают сюда доходить И это замечательно Так как у меня нет бабла На вот такой вот второй ящичек Я предлагаю ящичек поставить вот сюда И, собственно, давайте-ка, ребята, скидывайте мне баблишко Опять эти гребаные гости думают, что слишком низкие цены на билеты Да и вы меня достали Держите 16, держите 13 Приходите, давайте, пожалуйста, побыстрее Потому что бабла минус 5000 Слушайте, очень странно, но я все-таки получил 20 экобалов За то, что поприветствовал какого-то человечка Наверное, опять баговался сервер И какая-то хрень происходила В общем, ну все нормально, тем не менее Я так понимаю, что у нас потихонечку рассвет наступает Но смотрите, я сделал вывод, что вот эта хренатень работает вообще нормально И знаете, единственный косяк какой Наверное, все-таки Единственный косяк это то, что надо было вход делать вот здесь С этой стороны, да И, соответственно, вот эту всю часть Можно было бы потратить на еще один какой-то вольер Для какой-нибудь небольшой живности Хрен со с ним, даже с этим трансформатором Но вообще, по большому счету, это хорошая идея Чтобы вообще тут везде вокруг были всякие животные Им смотреть было на них удобно В общем, и гулять бы они сюда ходили В общем, надо насчет этого подумать Но, конечно, сейчас вопрос с баблишком Так, короче, друзья мои Я тут приобрел двух гигантских черепах И подумал, а какого-то хрена мне вообще этим не заняться Ну-ка дайте-ка мне вот этот выход Сейчас мы поставим на паузу Я его куда-нибудь перенесу Можно мне так сделать? А, у меня денег-то нет Ну, короче, все, я понял, что мы делаем Мы заходим в финансы и берем кредит И пытаемся вылезти как-то из этой долговой ямы Но в этот момент мы вылетаем с сервера Но этой хрени меня не остановить Я все равно убираю к чертовой матери Все здесь то, что построил Но не все, конечно, на дорожке я точно уберу В общем, кредит я уже взял, как вы понимаете Судя по тому, что у меня есть на счету И не сильно насчет этого переживаю, если честно Итак, наша задача сейчас быстренько сделать все для черепах И, собственно, их сюда поместить Какого хрена я делаю? Дверь же находится вот здесь Так, ну-ка, вот прям вот сюда Замечательно можно Дорожки для персонала, пожалуйста, подвезите Ширина нам большая не нужна Давайте просто подведем Хотя я думаю, что не обязательно прям для персонала Но в целом нормально Ну и погнали Сейчас я быстренько нарисую здесь тогда барьер Наверное, опять он будет из стекла Придумывать велосипед я не хочу Ну, короче, как-то вот так у меня вышло Вроде нормально смотрится Ну что, давайте сюда загоним тогда черепашек Две гигантские черепахи двух разных полов Я потратил на них совсем чуть-чуть Не понял, а где нахрен мои черепахи? Наверное, надо убрать просто вот так вот фильтр И все будет у нас хорошо Потратил на них чуть-чуть эко-баллов На самом деле это фигня И, походу, вторая черепаха не закупилась Каким-то образом Замечательным Потому что забаговалось, как всегда, все к хренам собачьим Ну хорошо, мы знаем, что у нас есть девочка Давайте тогда сейчас я быстренько приобрету пацана И мы его сюда закинем Я просто на самом деле не знаю А черепахи как себя чувствуют Когда их несколько Одного пола Ну давайте попробуем Если что, всегда можно продать на самом деле Не буду же я для них потом опять вольер придумывать Фигня, все это собачье Вон первую черепаху уже несут Так, кого осталось переместить? Вот тебя, дружище, за 50 эко-баллов ты нам достался Ну замечательно Все, черепахи на месте Давайте посмотрим Ну не такая уж она гигантская, если честно Видали ей побольше Что хочешь, собственно? Ты хочешь высокой травы Как можно меньше Ты хочешь песка, да? Ну давай мы сейчас тебе нарисуем Тогда эту историю Высокую траву мы убираем Ну я думаю, что вот так нормально, кстати Нет, песка он все равно еще хочет Ну давайте песка ему нарисовывать Какое-то количество Но все-таки правильно Это же черепаха По-хорошему так и должно быть Ну-ка, ну-ка Все вроде, да? С песком разобрались Замечательно Укрытие Укрытие у него 100% Я так понимаю Он собирается тусоваться Прямо вот под этой фигней Ну и давайте на остальные параметры посмотрим Обогащение мы пока ничего не знаем В принципе можно добавить ему что-нибудь Из тропики и Африки У нас бабки пока на это есть Давайте зайдем в природу Собственно выберем здесь Биом Тропики И собственно континент Африка Ну-ка давай покажи Что у тебя тут есть интересненького Всякие лианы Всякая фигня Ну наверное какое-нибудь деревце Здесь по-любому надо организовать Не знаю насчет воды Я думаю, что Ни хрена себе ствол Думаю, что Воды ему точно не пригодится Давайте как-то вот так Не знаю Здесь можно какие-то кустики Под деревом зафигачить С ума сейчас сходить не буду И так я слишком много потратил Денег на свой гребаный пруд Но пруд очень крутой Кто бы что не говорил Я считаю, что это именно так Так, из-за вас надо чем-то еще накормить Да, друзья мои Ну давайте посмотрим Что там есть у нас для черепах Обратил я внимание Что вот эта стена Немножечко покоцанная Но решил их собственно отремонтировать Потому что там все-таки у нас хищники Как бы выберутся на воль Ничего хорошего не получится Ну и наверное нужно Какое-то логическое завершение И я сейчас его организую Мы просто возьмем сейчас Что у нас появилось Я так и не понял Мне написали, что я что-то нахрен открыл Но ничего не открылось на самом деле Может банкомат хотя бы один поставить Вот сюда Почему бы и нет Вот И собственно вот здесь Я вижу еще какие-то магазинчики Не магазинчики Не знаю Сюда можно его поставить Видите он сюда даже дорогу не подцепляет Это все из-за того Что типа у нас там прут И бла-бла-бла Так нельзя Вот Наружно зараженное животное Но вы там разберитесь Уж как-нибудь без меня Я сейчас немножечко занят пока что Вот Собственно сюда мы бахнем Еще магазинчиков Замечательно Для пожертвования черепахи Я даже не знаю Блин слушайте Они теперь здесь тусуются Прямо тигр стал мега популярным Это классно Это хорошо Черепаху мы тоже разглядываем Отлично А где третья черепаха Непонятно Здесь можно миску с черепахой перепутать Ну ладно И сюда я вижу точно Что должны вставать Какие-то скамеечки Какие-то сидушки Для того чтобы здесь Можно было потусоваться Да Например Как-то вот так А здесь явно нужно Какое-то дерево Пожалуйста Остановить нахрен Со своими деревьями Пускай это будет пальма И я не знаю Есть какой-нибудь куст Ребята Какой-нибудь небольшой кустик Но это немножко не то Это вообще не то Ну-ка уберите-ка мне Фильтры к чертовой матери Я хочу какой-нибудь Небольшой кустик Вот типа такого Да И вообще хочется Вот здесь что-то еще сделать Сколько у меня бабла Остается всего лишь 8000 Это на самом деле хреново Вот есть у нас какая-то Брусника Но не Мне она если честно Не очень нравится Хотелось бы что-нибудь Поприкольнее С цветочками Ну либо просто Какую-то зеленую траву Давайте добьем Все друзья мои Мне кажется Надо заканчивать С этой фигней Потому что это Никогда не кончится Я хочу делать Это постоянно Постоянно Вот это вот все Сюда ставить И потратить Конечно же все К чертовой матери Бабло Которое у меня есть Но на самом деле Непонятно что у меня с баблом Мне кажется у меня Какие-то с ним другие проблемы Не связано это с тем Что я очень много Что-то декорирую Ну в общем выглядит вроде нормально Здесь еще осталось Что-то доделать Потом я обязательно Это сделаю Ну а думаю что нам пора Подводить итоги Эту серию завершать Мы много чего Сегодня сделали Наконец-то перевезли Павлинов Немножечко закупили Конечно тигров Но это не совсем то Что я хотел Хотелось немножко другого сделать Закупить кого-нибудь посерьезнее Но возможно все это Произойдет в следующей серии А эту серию мы завершаем Ставьте лайки под видео Подписывайтесь на канал До новых встреч И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok